Сейчас, когда дожди начались, палатку пришлось поставить на поддоны. Эта маленькая хитрость позволяет спасти палатку от потопления во времени погоды. За те почти два месяца дольщики жилого комплекса «Миловский парк» полностью приспособились к полевой жизни. Поэтому обязательно теплые вещи. А здесь больше особо-то ничего не нужно. Спальный мешок да одеяло. И пенки. Так мы коротаем наше время. В середине июня обманутые дольщики «Миловского парка» разбили палаточный лагерь в поле возле строительной площадки и живут в нем до сих пор. Так они пытаются добиться решения своей проблемы. Говорят, первые две недели были самыми насыщенными. К ним приезжали разного уровня чиновники, члены Совета по правам человека при главе Башкирии, представители правоохранительных органов. Просили свернуть лагерь. Через две недели, как мы сюда заехали, а заехали мы 16 июня, прошло голосование по правкам в Конституцию. После этого шум затих, и к нам вообще перестали кто-либо появляться, кто-либо перестал приезжать. Дольщики говорят, не обошлось и без провокаций. Однажды к ним приехали неизвестные люди и поставили рядом палатку. А затем рассказали представителям СМИ, что находятся в лагере за деньги. А можно утащить в лагере? Они дали интервью, что Навальный платит им только по 5 тысяч рублей за ночь, но денег они пока не видели, они расстроены. Вот в таком вот ключе. Поэтому с того дня мы решили оградить наш лагерь, и все, кто здесь находится, обязательно должны предъявить копию договора долевого участия. На территории лагеря соблюдается масочный режим и действует сухой закон. Алкоголь под запретом в любую погоду. Здесь организовано трехразовое питание. Готовят на открытом костре и газовые плитки, а едят в столовой. Так дольщики называют шатер. У нас есть большой стол, где мы можем принять до 30 человек. Когда лето, у нас были проблемы с хранением продуктов. Ребята, опять же, выкопали большую яму, и мы туда возили холод. То есть ребята, которые уезжали вечером из лагеря, забирали полтора литровые бутылки с водой, всю ночь их морозили в морозилках у себя дома. Утром привозили, у нас были контейнеры со льдом, получается. Это все закидывали в яму, закрывали одеялом, у нас был такой холодильник. Рядом расположился другой шатер. Его построили, чтобы спрятаться от проливных дождей и холодов. Вот наши ребята, умельцы, соорудили вот такое вот общежитие. Здесь может разместиться с ночевкой 8 человек, при этом они будут лежать не на земле, поэтому здесь мы можем даже во время выпавшего снега спокойно проводить время, не боясь, что мы замерзнем или заболеем. Здесь же у нас есть печка. Помимо организованного туалета, столовой и импровизированного общежития, здесь есть солнечные часы и календарь, который дольщики смастерили сами. Вот на этом столбе указана дата основания лагеря. А чуть ниже ведется счет дней. Каждое утро жители миловских палаток делают новую зарубку. Сейчас в лагере насчитывается более 30 палаток. Примерно столько же дольщиков находится здесь днем. А ночевать остаются 15 человек. Дежурят посменно. Примерно в 7-8 часов утра у нас пересменка. Люди уезжают на работу и люди приезжают из дома. И ближе к вечеру, часов в 9 вечера у нас пересменка обратная происходит. То есть люди с работы приезжают. Поэтому нельзя сказать, что здесь кто-то находится постоянно. Сарьяпа – сторожи лагеря. Она больше всех провела времени в миловских палатках. Я здесь первых дней. Вот как-то мы заехали, ну по несколько дней я на пенсию, по несколько дней я ухожу очень домой. А так здесь я из 58 дней, меня не было 10 дней здесь. Сарья Сагедулина, как медик, следит за чистотой в лагере и вместе с остальными женщинами готовит. Говорит, в полевых условиях жить непросто. Но со всеми трудностями справляются. Нет условий помыть посуду. Как в древности в тазиках. Мы это моемся в умывальнике. Я сам служил в Чечне. Я 19 месяцев в палатках жил. Просто после Чечни я думал, больше в палатках не буду жить. А тут, видите. Несколько дней, когда лил дождь бесконечно, было сложно держать шатер, чтобы он не улетел. А остальное – ничего сложного. Самое сложное, когда начинаешь всех провожать и понимаешь, что еще никто не приехал на смену. Вот это, конечно, страшно, когда здесь остаются одни девочки. Буквально, пускай это несколько часов, но это все равно очень страшно. И хотелось бы, чтобы людей было побольше. Я прихожу сюда каждый день с маленьким ребенком. Ребенку у меня полтора года. На коляске приходим. Так вот, изо дня в день. Жители Миловских палаток говорят, что в ближайшее время они не собираются уходить из лагеря. Они намерены жить здесь до тех пор, пока конкретно не определится судьба долгостроя. Ранее нашему телеканалу в региональном фонде помощи обманутым дочкам рассказали, что в третьем квартале этого года приедут эксперты, которые дадут оценку по каждому дому – достроить или произвести выплату. Нам сказали, что это будет срок до 22 августа в этом периоде. При этом мы понимаем, что даже оценка домов ничего в нашей истории не сдвинет, поскольку мы не знаем, как их оценят. Но словам республиканских чиновников люди не доверяют. Они ждут решения Наблюдательного совета Федерального фонда помощи обманутым дольщикам. Жители Миловских палаток говорят, что при необходимости готовы перезимовать в лагере. А пока они продолжат свое дежурство и будут холодными вечерами греться у костра.